Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте. Благотворительная деятельность – признак здорового общества и радует то, что и мы с вами дожили до этого времени, что за примерами грамотной, профессиональной, социально-ответственной благотворительности далеко ходить не надо. Сегодня о помощи тем, кто даже не сможет сказать спасибо, мы говорим с героем выпуска «Интервью по дороге». Ребята гуляют. Неправильные диагнозы, неправильное лечение. Ни одна дрессировка не может быть гуманной. В наш адрес шли угрозы. Кулисами страшно, что творится. Многие неправильно их кормят, они умирают. Убивают этих животных, никто это не считает. Это черный рымик. Ну, повредил себе переднюю конечно, из-за того, что животные оказываются ненужными. Бетоны тигровые выползают через канализационную трубу и соседям через унитаз лезет и МЧСники их спасают. Это страшно и опасно. Участливый деятель, ветеринарный врач. А поедем мы сегодня на умном и элегантном автомобиле Ауди А6. Богатый выбор комплектаций. Большая вариативность двигателей, трансмиссий, подвесок и отделочных материалов. Три варианта кузова. Седан, авант и ол-роад. Самый просторный интерьер в своем классе. Интуитивно понятное управление с помощью двух сенсорных дисплеев. И это далеко не все характеристики Ауди А6. Подробнее в Ауди-центре Челябинск на Чечерина 52. Вообще она как-то делится территориально? Челябинская зоозащита, российская, мировая? Что происходит в этой сфере? Да, наконец-то благодаря вот этой зоозащитной сообщества мы добились принятия новых законов, которые защищают животных. И фактически Россия стала после принятия новой конституции, вторым в мире, которая имеет деленную конституцию. То есть по конституции, по новой, все животные под защитой государства. К сожалению, этим пользуются очень радикальные такие направления. Сегодня мы имеем в действительности зоозащитников и радикалов, которые на первом месте ставят животных, а не людей. Это неправильно. Вот. Само собой мы стараемся нашей деятельностью доказать, что это молодое движение зоозащитное, и оно имеет уже международное признание. Потому что до сих пор иностранные наши коллеги, которые тоже в зоозащите, есть фонды защиты животных, в том числе и диких, они как-то высоко смотрят на Россию. И элементарно, если возьмем такой факт, что у нас в России работают два международных фонда. Это ВВФ и ЮНЕСКО. Все. То есть наших российских фондов нету, которые там конкретно занимаются животными. И пришло время уже доказать, что в России тоже есть силы, которые способны, несмотря на экономическое тяжелое состояние, несмотря на то, что это все молодое движение, но это уже есть, и есть результаты. Это радует. Если говорить о цирках, вы против совсем дрессуры, или какое ваше отношение к этому вопросу? Вот смотрите, да, здесь очень сложно. Наш общество еще не готово прощаться с этим явлением, да, то есть животные в цирке. Но мы сегодня требуем хотя бы, чтобы улучить, улучить условия содержания этих цирковых животных. Потому что в любом случае ни одна дрессировка не может быть гуманной. То есть ни одному дикому животному не нравится, да, не понравится делать то, что он в природе не делает. Да я больше скажу, даже воспитать спортсмена, да, это тоже не гуманно. Конечно, это какие-то ограничения, да. Потому что там те же ребята, которые гимнастикой занимаются, да, они сидят на таком серьезной диете, да, там ничего лишнего не едят. А про животных, да, про животных, к сожалению, вот то, что у нас не было идентификации, то есть куда они уходят после этих цирков, да, после своей карьеры. Ну, история замалчивает. А они все превращаются в какие-то ковры, какие-то там чучела. Это, ну, такая была нехорошая практика. А сейчас уже в связи с новым законом они должны лицензироваться. те же, да, не знаю, варьеры, которые можно их, если можно их варьерами назвать, помещение в цирках. Если там нету такой комнаты, где может нормально находиться жираф, то однозначно все в этот цирк не имеет права, да, на своих гастролях там использовать данное животное. Представьте, в каком состоянии находится жираф, когда они приезжают на гастроли в цирке, где кроме арены больше нету подходящего помещения, где это животное способно нормально стоять. На улице холодно, зимой он там не будет стоять. И все время, пока идут представления, это бедное животное стоит в неестественной позе. За кулисами страшно, что творится. Я очень часто по работе бывал там, да, то есть животное нуждается в помощи ветеринарной, там были случаи, что надо было оказать. Да, я оказываю, но в основном процентом, ну, наверное, 70 – это вся проблема из-за такого содержания этих животных. Тот же гиппопотамбегемотик, который у нас в Челябинске был на гастролях, ну, повредил себе переднюю конечность из-за того, что не мог, ну, поднимая свой этот бассейн, он сломал деревянную вот эту лесенку и провалился вот этим весом и получил уши передней лапы. То есть, фактически, представьте, ну, гиппопотам, да, который там должен в водоеме находиться, он в каком-то искусственном тазике, да, можно назвать, это не бассейн даже, проводит свое время, а все остальное время насушит, ну, что будет с его здоровьем, с его кожей. Нюансов очень много, поэтому сегодня очень многие стали критиковать даже зоопарки, даже муниципальные зоопарки, которые миллионные субсидии получают из бюджета, да, из муниципалитета, это наши с вами налоги, но мы не видим, что эти деньги потратились на животных. Мы видим сегодня в наших зоопарках, да, всякие качели, карусели, запах сладкой ваты и шашлыков, то есть это неправильно, и эта плачебная ситуация должна измениться буквально с 1 января, потому что у каждого животного свои требования по размерам варьеров. И если у зоопарка нет возможности содержать, то есть делать варьер, которым должен находиться лево, однозначно они уезжают у льва, они могут показаться как в экспозиции, то есть они уже по лицезу не получат на этого животного, и это уже нас радует. Что сейчас важно знать людям, которые хотят завести домашнее животное? Как к этому подготовиться? Да, да, это очень такой актуальный вопрос. Сегодня, прежде чем завести животное, надо знать законы. Законы, потому что сегодня, ну, очень много изменилось то, что касается выгул собак, то, что касается закона тишине, да, это собаки, которые нападают на людей, да, то есть это выгул собаки. Если у вас во дворе нету там места для выгула, то есть вы должны иметь в виду, что завести там крупную породу собак это категорически нельзя, потому что вас, до вас будут всегда жалобы. Само собой уже пришло время цивилизованного века, то есть гуляем с собакой, значит пакетики убирать за какашками, потому что это скоро будет наказуемо, потому что при принятии подзаконных актов любой, да, ну, свидетель, который увидел, что ваша собака, как и пися, там, в таких, да, в общественных местах вы не убираете фиксация телефоном. Это аналогично, как с машинами, если стоять на газоне, можно отправить, да, в муниципалитет и получить штраф. Вот. Ну и само собой издевательство, ненадлежащее содержание животного, это уже наказуемо, в том числе и уголовное. Я всегда моим клиентам за 30 лет говорю, если вот так взять вот эти строгие европейские законы, да, которые там есть в отношении животных, ну, большинство моих, да, владельцы моих пациентов, они попадают под вот эти строгие штрафы, потому что ненадлежащее содержание, выгул, прогулки, невоспитанность привел к каким-то травмам, да, и к каким-то болезням. Это вот вина в первую очередь на хозяин, с чем они обращаются к ветеринару. И за это, если они жили бы в Европе, получили бы большие штрафы, вот. А у нас, к сожалению, этого не было, но сейчас, когда мы к этому идем, и это правильно, это правильно, потому что мы хотим, чтобы рядом с нами были адекватные, да, психически здоровые и вообще здоровые животные, которые не создают никакого, никакого конфликта. Понравилась нам разноглазная порода хаски, это северная собака, мы должны понимать, что эта собака не квартирная собака. Мы сталкиваемся с проблемами вой, то есть они не гавкают, они воют, этот вой мешает соседям, им жарко в квартире, приходится их селить на балкон, то есть вот эти все моменты, конечно, приводят к сложностям содержания, ну, и потом эти животные оказываются ненужными, потому что человек сегодня, сталкиваясь с проблемой, хочет избавиться от этой проблемы, отдает другие руки, да, или там передает приюты, и, как обычно, они идут по рукам, и неизвестна уже их судьба. Вот это, вот это как раз вот неответственно отношения при приобретении собак. Мы должны понимать, как минимум три часа мы должны посвятить нашим прогулкам и выгулу этой собаки, потому что если мы не будем с собакой гулять, эта собака превращается, ну, психологически неадекватное животное, да, психоз, он проявляется именно в виде агрессии. То есть время, деньги, ну, и само собой условия содержания, это все есть, что у нас есть, можно очень легко, безбоязно приобрести животное. А какие нюансы в законе будут? Нужно ли спрашивать соседей? Нужно ли как-то регистрировать или может лицензии брать? Да, да, что касается вот изменений, это уже будут изменения, которые субъект может внести. Это касается общественных там квартир, да, которые, социальные квартиры, это общежитие, он там однозначно должно быть согласие соседей. Если это твоя частная собственность, конечно, нет. Но здесь есть моменты, когда, ну, вот, правило выгула, он, наверное, приведет к тому, что владельцы крупных пород собак служебных, ротвейлеры там, ну, кто больше десяти килограмм, их выгул, скажем, у нас многоквартирные дома, то даже выход из квартиры, он должен уже происходить только строго в наморнике, коротком поводке, и их выгуливать просто во дворе, отпускать это будет, ну, нарушение, и за это будет штраф. Даже сегодня рассматриваются вопросы, сколько количество животных у одного человека в семье должно быть. Конечно, это неправильно, потому что в основном у нас большинство, если держат больше двух животных, это в основном животные, которые подобраны, которые взяты из приюта, да, то есть как раз это те животные, которые раньше жили на улице, бесхозные были. И если ввести вот такие ограничения, конечно, количество безнадзорных увеличится в разы. Поэтому это преждевременно такие вещи делать. А дальше, дальше уже, я думаю, что с участием на этих круглых столах, да, помогать законодателям мы, как бы, поможем, поможем правильно решать, чтобы не сделать вредно ни одному животному, потому что для нас это очень важно. Помимо кошек и собак, такой классики, да, жанра домашних животных, какие экзотические животные, каких люди держат, каких ни в коем случае нельзя, как-то это все регулируется? Да, экзотика, это актуально сегодня, потому что уже урегулирован, есть определенный список диких животных, которые запрещены в содержании в частных руках. Туда попали даже такие животные, как все эти ядовитые пауки, змеи, да, все крупные змеи по размерам, это питоны тигровые, вот. Ну и, само собой, все эти дикие животные, в том числе и медведи. Это сейчас запрещено законом из 2020 года, да, если у кого-то появляется животное из этого запрещенного списка, это однозначно измается полицией Росприроднадзора, вот. Разрешены только те животные, которые более-менее контактные, даже продажи их в зоомагазинах. То есть, фактически там маленькие попугайчики, певчие птицы, аквариумные рыбки и декоративные там ящерицы, которые там, ну, не проявляют агрессию и не ядовитые, вот. Вот, конечно, их, любителей вот таких, особенно, ползучих и бегающих, да, рептилий, их очень мало. Это специфический, там, определенный, там, процент людей, который их может любить и содержать, но, фактически, они не представляют никакой опасности, никакого такого запрета. Это, самое главное, обеспечить условия. Ну, это все сегодня урегулировано законом. И тот спрос, который сегодня раньше был, да, сегодня уже этого спроса нет. Нет спроса и нет предложения. То есть, это все, само собой, как бы уменьшилось и исчезло. Поэтому с этим… Потому что одно время и в зоомагазинах… Да, все подряд. И крокодилов продавали, вот этих маленьких. Да. Поэтому… А вот шиншиллы, какие-то еноты… Это грызуны… Нет, еноты нет. Еноты – это дикое животное. Это грызуны. Грызуны – это морская свинька, шиншилла, чилистская белка. То есть, они, как декорации шли, они такие идут. Они животные пэт-класса, то есть, их можно приобрести. Это карликовые эти декоративные кролики. Это все можно содержать. То есть, от них нету, да, такой опасности. Какая опасность может быть от того же крокодила, или от того же ядовитого там паука, или змеи, который, ну, очень часто выползает через канализационную трубу, и соседям через унитаз лезет, и МЧСники их спасают. Это страшно и опасно. Пойдемте. Фактически, в приюте нашем это животные, которые, ну, пострадали. Люди в 21 веке занимаются вот этими грязными делами, убивая животных, независимо от сезонности. Сезон размножения косуль, они убивают косулек, мамок, а детки остаются сиротами. Вот, приходится их тоже спасать, кормить. Капканы, которые они ставят, да, в петлю попадает вот у нас рысь-марыся без лапы. Потеряла лапу, осталась инвалидом. Вот она и доживает свой остаток века. Фактически это все здесь собирается. И благодаря, благодаря просто обычным людям, благодаря бизнесу, да, бизнесменам мы сегодня можем не только их спасать, да, но и реабилитировать, кого-то выпускать и помогать еще и другим животным, которые, да, не здесь находятся, там, в других местах. Это очень важно, очень важно благотворительность, потому что без этого, без командной работы мы не справимся ни с какой проблемой. А проблемах очень много. А командная работа, это что означает? Что мы вне политики, мы вне религии, вне национальности. Это наш самый главный лозунг. И мы открыты для всех. И поэтому рядом с нами есть очень, да, такие ответственные компании, которые, ну, любое время могут нас поддержать. В наш адрес шли угрозы, когда мы доставили сюда львенка. То есть это целая группировка людей, которые занимаются продажей диких животных. Это черный рынок. И поступили в наш адрес звонки, потому что заведено уголовное дело. И один из частых охранных предприятий, он безвозмездно организовал нашу охрану. Очень часто бывают срочные командировки, да, в соседние регионы, потому что мы в нашем регионе одни. У нас есть только машина, которая грузовая, которая сюда приводит животных и корма, да. Вот. И обращаясь мы к своим друзьям, в том числе и в центр «Ауди», мы всегда знаем, что они нам обеспечат какой-то транспорт, да, чтобы мы комфортно доехали до того же Екатеринбурга, отправили эти уже медвежа через Кольцово. И вот эта помощь, и это все безвозмездно, это в виде благотворительности, она есть сегодня, у нас есть. И я этим горжусь. Потому что вот как раз вот эта большая команда и имеет вот эти результаты. А результат — это спасенные жизни. А вот как раз, да, благотворительность — тема, она такая очень сложная, потому что очень много, ну, как это сказать, пиара на фоне, типа, добрых дел. Вот часто ли вам приходится сталкиваться? Или, в принципе, вы любую помощь? Даже если кто-то в Инстаграме вот побывал у вас в Инстаграме и отметил, это уже привлечение внимания. Да, у нас благотворительность, она можно проявить в разной мотивации, да, разными способами. То есть некоторые понимают, благотворительность — это деньги. Нет, благотворительность — это, может быть, руки, которые вот пришли и нам помогают. То есть та же компания, да, которая имеет несколько интернет-ресурсов, да, или этих СМИ ресурсов, они рассказывают про наших животных. У нас есть, скажем, охранное предприятие, да, они нас бесплатно охраняют. Это тоже помощь. Сегодня на нашей площадке нашего центра ребята пишут научные работы, изучают этих животных. И уже седьмой год у нас студенты биологи, экологического факультета Чилгу проходит здесь практику. И это, это приветствуется, потому что фактически раненые, да, дикие животные-инвалиды, находясь у нас, они дают возможность изучать их, чтоб дальше помочь тем, которые в дикой природе. Это и краснокнижное животное. Поэтому здесь слово благотворительность — это не деньги. компания «Аудио», да, «Аудиоцентр», он нам, как он может помочь? Не деньгами, машиной есть. То есть у них есть транспорт. Они с удовольствием предоставляют, особенно в дальние поездки. Даже у нас был случай, когда мы выпускали животных, да, в лес. То есть там непроходимые дороги. Они нам выделили внедорожник, да, который проедет по этим кучкам, да, нормально доедет. Мы этого зверя в клеточках, в багажнике довезли, нормально выпустили, все четко, все красиво. То есть это тоже помощь и очень большая помощь. А вот на сегодняшний день есть какие-то, так сказать, незакрытые позиции, чтобы мы могли, ну, тоже в том числе в этом поучаствовать и, например, кому-то к чему-то привлечь, призвать? Пожалуйста, строительные компании. Мы сейчас реконструкцию, да, делаем наших варьеров. То есть мы открыты для всех. Любое предложение мы рассматриваем. То есть открытость — это самая главная мотивация. Расскажите, как правильно себя вести, если обнаружили животное? В первую очередь надо обращаться в ведомства, которые надзирают над дикими животными. Это, как обычно, если это Челябинская область, то Министерство экологии. Ну, если сложно зайти в интернет, у нас у всех есть телефон МЧС. Изъятие любого дикого животного с природы — это уже нарушение закона. Даже из гуманных соображений, да? Даже из гуманных соображений, потому что, знаете, очень многие под гуманным соображением скрывают свои преступные умысли. Это касается, скажем, краснокнижных хищных птиц. Те же соколы, балобаны, вот эти, которые, да, арабские шехи используют в своих охотах — это миллионные доллары. Поэтому ни в коем случае не вмешиваемся в природу и не нарушаем вот этот биологический баланс, который создан природой, а нарушается человеком. Врачебных ошибок в случае с общением с животными их, наверное, гораздо больше по статистике. Потому что они не жалуются. Да, дело в том, что самая первая проблема сегодня — эта деятельность не лицензируется. То есть даже диплом ветеринарного фельдшера позволяет заниматься, да, ну, коммерческой деятельностью. И сегодня эта профессия превратилась в коммерческую профессию. То есть врачу неинтересен результат, врачу интересен финансовая сторона, да. Один из важных моментов — как животное относится к ветеринару. Если ветеринар весь в шрамах, если животное огрызается, животное плохо ведет себя, когда ветеринар его пальпирует, осматривает, поверьте, от этого человека идет отрицательная энергия. Этого не должно быть. Часто ли приходится сталкиваться с недоброжелателями? Потому что, ну, вот вокруг всяких благих таких начинаний… Да, это называется хейтеры сейчас современное слово. Да, да, хейтеры. И завистники, да. Мы до сих пор подвергаемся буллингу вот этого Панасенко, который у нас эксплуатирует диких животных в парке, нашего городском парке. То есть, фактически, не переставая, где какая-то информация про нас, везде в комментариях мы это все видим. К сожалению, одна попытка судиться с ним не дал своего результата, потому что он быстренько предоставил все бумажки, что он болеет, потом, что он извиняется и так далее. Но продолжает там искать нашу фамилию, нашу организацию. Есть у нас тоже хейтеры из других городов, которые тоже из-за того, что, скажем, я помог ихним, ну, так называемым, врагам, да, спасти там бизнес, зоопарк. Это случай с сафари-парком Тайган в Крыму, где была, ну, была попытка рейдерского захвата этого бизнеса, но я не спасал бизнес, я спасал животных, в том числе нашу львицу, которую мы спасли челябинцами, да, туда отправили на жительство. То есть, ну, это все продолжается, но, знаете, честно скажу, когда это все есть, это дает тебе закалку, очень хорошую закалку. Сегодня в очень многих юридических вопросах мы настолько закалены, потому что, участвуя в этих судебных процессах, да, участвуя как свидетелями, как там потерпевшими, как там… Экспертами. Да, экспертами, да, экспертами в основном. Мы уже накалены так, то есть можно сказать, что я получил практику хорошего юриста, который углубляется, да, в законах о животных, да, вот, в вопросах о животных. И это только дополнительные знания и дополнительные силы, чтобы дальше идти и работать. Спасибо большое. Карен Далакян, ветеринарный врач, общественный деятель. Интервью по дороге. Переработка. Тема переработки. Тема ресайкл. Переработка, она же ресайкл. Мы потихонечку разгоняемся. Такое предисловие к матч-фесту, который будет в сентябре. Это, на самом деле, очень крутая штука, которая сейчас все больше набирает оборотов. Я могу сказать, что эта тематика, она, во-первых, ну, понятно, что она актуальна, и она, ну, реально необходима. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Судя по тому, что здесь разложено на нашем телевизионно-кухонном столе, речь сегодня пойдет о сладком блюде. Катя, что сегодня будем готовить? Мы сегодня будем делать мороженое из кокосового молока, фруктов и добавим немножечко сиропа топинамбру. Ну, а поскольку Катя сторонница правильного питания и здорового образа жизни, расскажи, пожалуйста, чем такой состав мороженого более полезен, чем классический из масла, сливок и просто сахара, например. Получается, мы используем кокосовое молоко. Оно, конечно, жирненькое, но полезные жиры в кокосовом молоке. А также мы используем сироп топинамбру вместо сахара. У него ниже глигенический индекс, что не так страшно, как чистый белый сахар. Вообще, я слышала, что для того, чтобы приготовить мороженое, нужно специальное оборудование. Насколько это можно сделать с помощью просто миксера? Вообще, любое мороженое можно сделать из смузи. То есть, все, что ваше душе угодно. Вы смешиваете любые фрукты, любое молоко. Не только кокосовое, можно обычное. Добавляете либо сироп, либо сахарозаменитель, либо сахар, если вы не привержены правильного питания. И замораживаете в морозильнике. Проверено на моих детях, они едят все. Сезон клубники уже начался и идет полным ходом, поэтому мороженое клубничное. Итак, режем все. Режем под работу погружного миксера. Средние кусочки. Будет 3-4 порции таких очень ппшных, небольших, грамм по 70. Сироп топинамбура имеет какой-то вкус и запах? Насколько отличим? Если заменить белый сахар на тростниковый, мы разницы не почувствуем, то заменить обычный сахар на сахарозаменитель, это все будет такой явный привкус химии. Что касается сиропа топинамбура, какой у него вкус? У сиропа топинамбура нет особого привкуса, просто сладенький, приятный сиропчик. Напоминает то, что как-то просто мы делаем сироп. Добавляем немножко, чтобы не сильно жидко было. И с сиропчика добавим 2 ложки. Вот такое уйдем. Очень вкусный кленовый сироп, но если кленового нет, то с блинчиками, с вафлями можно его легко заменять сиропом топинамбура. 2 банана, 12-15 клубничек, 2 столовые ложки сиропа топинамбура и немного кокосового молока. Можно заливать в формы специальные для мороженого, можно в бумажные стаканчики. Но у нас вот в нашем случае будет такой красивый бокал. Можно как коктейль выпить уже готовый. Итак, буквально времени занимает минут 15-20, даже меньше. Главное найти правильные ингредиенты и полезное мороженое. Готово. Главное не съесть. Не за мороженое. Все. Собираем в морозилку. Вы смотрите Beauty Time программу о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Сегодня у нас по плану профессиональный уход за волосами, точнее за кожей головы. Называется Kerosene Revitalize. Ну, а сейчас подробнее, что это, зачем и как происходит, расскажет Анастасия Яковлева, мастер инфстудии Елены Ивановой. Осень – это перепад температур в помещении отопления, на улице холодно, шапки. То есть это также влияет не только на волосы, но и на кожу головы. Процедура состоит из трех этапов. То есть мы наносим пилинг, очищаем. Во время очищения мы можем нанести какую-то уходовую процедуру подлиннее. Какие процессы запускаются в этот момент и чему способствуются они? Омоложение клеток и, соответственно, мы стимулируем луковицы, стимулируется рост волос, избавление от перхоти, от сухости кожи головы. То есть все эти проблемы мы можем решить пилингом. Мы выполняем небольшой массаж. Так, мы смыли пилинг. Сейчас мы наносим пенку для восстановления PH. При нанесении пенки мы ее оставляем на 15 минут. По истечении этого времени мы смываем. Отдыхаем, расслабляемся. Сыворотку мы наносим и не смываем. Потом мы выполняем укладку. И сыворотка наша работает все это время, пока мы не помоем голову. Вот, казалось бы, работали только с кожей головы, а не с самим волосом, не с самим полотном. Но и, в принципе, сама длина выглядит как-то ухоженно и по-другому. Еще больше сюжетов о красивой жизни на наших страницах в сети, вы их видите на экране. Всегда рады обратной связи и до встречи в эфире. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok